всем добрый день меня зовут елена ронина и я писатель мой канал называется елена ронина культ поход с писателем точно так же называется мой телеграм-канал пожалуйста не забывайте об этом еще раз вам хочу сказать что и телеграм-канал youtube канал я веду абсолютно самостоятельно особенно телеграм-канал хоть я там выискиваю разные такие мысли и цитаты из не только то что придумала я но и разных достойных великих людей людей но это те мысли которые приходят в голову мне сегодня и вот мне кажется что на сегодняшний день они важны и полезны вот я с этими мыслями просыпаюсь и мне хочется поделиться с вами или я вхожу в день в рабочие вот с этими мыслями поэтому ну и там какие я книги читаю и какие фильмы смотрю и мы с вами очень много всего обсуждаем и комментируем и я с удовольствием беру на вооружение то что советуете мы но а сегодня мы заканчиваем разговор о школе какая должна быть сегодня школа платная бесплатная и как туда поступать вот я вам уже два вечера рассказывала поскольку понедельник мы читаем рассказы читаем из моих сборников или из романов из повестей мы с вами вот уже говорили я вам рассказывала о том что вот как я училась как учились мои дети и что мне кажется важным что неважным и конечно в первую очередь семья но без хорошего образования но ничего не будет в этой жизни либо это должна быть какая-то необыкновенная совершенно семья и домашнее большое воспитание но и домашнее обучение но сегодня нет у родителей на это времени а дедушки и бабушки ну вот например как я такая бабушка которая что-то наверное дает своим внукам но у меня нет столько времени потому что вот я в общем еще очень занята в этой жизни ну а мы читаем про мальчика севу которого никак не берут никуда хотя мальчик очень достойный давайте посмотрим чем там дело завершилось итак мальчик сева пришел с мамой и с дедушкой на экзамен и дедушки вдруг показалось они ждут очереди когда наконец мальчика вызовут и дедушки вдруг показалось что он заметил даму которую он знает с юности так это или нет так татьяна покосилась на папу и вздохнула с одной стороны вроде блат а с другой и было страшно за папу и не хотелось чтобы он испытал чувство разочарования от того что никто его сейчас не узнает да ладно пусть идет отойти подальше надо чтоб при позоре не присутствовать николай семенович поправил лацканы кожаной куртки привезенные из командировки уверенным движением зачесал редкие волосы на голове но я пошел но давай вдруг татьяна даже перекрестила его незаметно нет но надо что в мире делается в первый класс поступает это же можно умом тронуться и тут же подумала а вот если не поступят и что вся жизнь загублена с самого начала николай семенович решительно подошел к стол с той женщине в очках и слегка потянул ее за рукав тетка тут же завещала причем на весь коридор как будто специально привлекая к себе внимание мужчина у всех детей одинаковое прослушивание и нечего мне тут что-то нашептывать мы принимаем только самых одаренных если ваш ребенок такой вдруг тетка запнулась на полусловие и кинулась николая семеновичу на шею коля коленька то не наблюдала всю эту сцену подпирая стенку и крепко держась его за руку и почему тут нет стульев видимо будущий школьник должен был еще и проявить задатки выносливости узнала она его узнала вот это да они даже забыла об усталости и на какое-то мгновение об экзаменах сына и безвыходной ситуации но это ж надо ну просто чума бывает же такое и между прочим не готовилась и не вспоминала 20 минут как его зовут а прям с налета коля и все тут как будто 40 лет ждала этой встречи и готова была к ней каждую секунду николай семенович неловко поцеловал галю в макушку господи сколько ж мы не виделись николай ты вообще не изменился но как будто вчера расстались а я здесь за в чем тружусь ой ну рассказывай ты где что к нам-то какими судьбами поступать что ли таня с любопытством наблюдала сцену со стороны видимо галя совершенно обалдела такой неожиданности что значит ее папа совсем не изменился за сорок ты лет он же был худым как щепка из копной черных волос правда глаза галя глаза остались теми же видимо по нему узнала но папа а тетя просто от радости перестала соображать да вот ведь что угодно с людьми делают и с внешностью из головой таня от этой сценки даже немного развеселилась но папа нет каков и тетку вспомнил что галей зовут и подойти не постеснялся а вот интересно ради нее своей дочери вряд ли вы пошел а вроде вроде в ради внука пошел это про то что кого люди больше любят детей или внуков с внуками просто теряют голову и готовы ради на них на ради них на все это точно николай семенович тем временем перестал улыбаться и перешел к серьезному разговору это он умел спокойно коротко доказательно та не всегда казалось что севка пошел в деда такой же вдумчивый помолчит потом коротко ответит причем не в бровь а в глаз на одном из собеседований его спросили собачка лает а кошка что делает сева задумался на секунду и с достоинством ответил убегает вот видите мамаша у вашего сына заторможенное мышление объяснял ей потом заводь отказ в приеме разве ты заторможены это же логика пыталась парировать татьяна а вы нас тут не учите брезгливо отмахивалась заводь у нас методики между прочим принятые мин образованием страны пап но что вы там так там за методики принимаете потом плакала таня дома так это не мы принимаем ты же знаешь я за воспитательную работу отвечал так воспитывай кадры почему они разговаривают с нами по-хамски как с прокаженными татьяна смотрела и не могла нарадоваться здесь ни о каком ханстве не было и речи галя тепло смотрела на ее отца гладила его по рукаву кивала в ответ папа в свою очередь загадочно улыбался видать встретиться предлагал ну ради внука на все готов но папа ну молодец галина какой-то момент вся вспыхнула и опять обняла никола семенча татьяна притопнула притопнула ногой и сжала севкину руку папам что мам севочка да все хорошо очень знаешь мне это школа нравится смотри какой коридор просторный это хорошо что они тут стульев не понаставили зато бегать вольготно а чего мне тут бегать и потом мы сюда еще не поступили мам мы вообще никуда пока не поступили ни в одну школу то есть если никуда не поступим не что обратно детский сад идти севка но о чем ты говоришь какой сад мы обязательно поступим и скорее всего сюда почему-то мне так кажется про себя татьяна уже решила но все в школу мы наверное поступили скорее всего даже на экзамен идти не придется николай семенч пружинистой походкой шел обратно к дочери и внуку гляди-ка что с мужиком делает вот такая встреча татьяна не узнавала степенного и вальяжного отца она давно не видела его таким задорным таким игривым ну что охмурил тетку поступил внука в школу понимаешь все не так просто список поступающих оказывается еще до нового года утвердили с улицы вообще никого не берут эти экзамены просто только для того чтобы детям сказать что их способность способностей маловато вот и подумай гады какие а галя это что галя галя сказала что сделать все все что возможно папа тогда все в порядке ради тебя из шкуры вылезет я видела как она на тебя смотрела на экзамен нужно идти сказала обязательно севку в школу не приняли видно сквозь беспредельный блат галя пробиться не смогла да и поняла на что папа с ней встречаться не собирается наверное действительно помочь хотела но это было невозможно то они объяснили причину непоступления так но о чем вы говорите посмотрите на своего ребенка он же даже читать не умеет мой ребенок читать не умеет видимо татьяна произнесла это таким тоном что представительница приемной комиссии немного испугалась она ведь и на апелляцию подать могла хотя кто его знает в школах такое бывает или нет вы только не кричите ну хорошо читать он умеет кое-как но ничего не понимает что прочитал то нашлась представительница сама ты кое-как читать умеешь про себя подумала татьяна и поняла что больше спорить с этими взяточниками не будет и было противно николай семенович пару раз позвонил галя но то даже не ответил на звонок татьяна ездила на метро с работой на работу и тихо плакала от собственного бессилия получается ее ребенок не будет учиться в хорошей школе его кораблю плывет без него и он останется на берегу но как она могла это допустить как не подумала про блат про связи она что забыла где живет попробовали сходить в школу по месту жительства там брали всех из микрорайона не надо было ни читать не понимать про что читаешь приписан к району но и приходи 1 сентября школа была жуткая на крыльце таню и сиву встретили курящий в открытые учителя с учениками девочки старшеклассницы были больше походили на представительность древнейших профессий может этой профессии в этой школе прямо и обучают в раздевалке на первом этаже с ног сбивал стойки запах туалета чем же тогда в туалете то у них пахнет все-таки таня думала у них они у нас не могла представить себе своего интеллигентного мальчика в этой занюханной школе никогда николай семёныч нажал на все связи и устроил севку в спецшколу в новом районе добираться нужно было на двух видах транспорта но это был единственный на то время вариант как всегда вся семья писалась в график отвозила севку в школу татьяна забирали его родители и везли дальше в музыкальную школу на теннис и в бассейн так продолжался вот первый класс сева закончил на дни пятерки татьяна нашла правильный блат и севу перевели в очень хорошую английскую спецшколу недалеко от дома и поплыл корабль по тихом волнам светлое будущее правильно или взят курс про это татьяна пока не думала она дала старт задала направление и дальше будет плыть рядом с кораблем на своей небольшой лодке при необходимости бросит в водоспасательный круг подберет пострадавших и сделает искусственное дыхание плыви сын плыви на всех парусах жизнь длинная и не всегда справедливая но ты обязательно выстоишь и твоя семья будет рядом вот видите я сама даже расчувствовалась читая этот рассказ я написала в 2007 году боже мой и моему старшему сыну уже 39 лет это просто ему моему младшему сыну 25 лет но это не про не будем сейчас про мои про моих сыновей а будем про школы и про тот блат который вот до царил тогда вот в эти года в пост перестроечные когда только все вставало на ноги и каждый хотел заработать и почему-то хотели заработать учителя храть хотели заработать на наших детях я вам 150 раз уже рассказывала что моя мама который очень много лет она в свое время тоже была учительницей русского языка и литературы и как она трепетно относилась к своим учеником и как она подтягивала своих учеников и ходила к ним на дом они его не то что не платили ей за это деньги они ее не просили про это но она не могла успокоиться ну как же так но надо тянуть было его хотя бы на тройку но вот что это такое но с двойкой это невозможно и директор ей говорил но тамара осипенко ну что это такое у вас в классе двойка получается давайте как-то исправлять ситуацию исправляли ситуацию и мама вела какие-то кружки и водила по не театрам и по концертам детей учителя бывают и у нас в семье много учителей я очень рада что моя внучка она учится в педагогическом институте она тоже будет учительницей и одни из самых любимых ее предметов это педагогика и психология я хорошо помню прекрасную учительницу моего младшего сына которая когда он пришел в школу она сразу поняла что ребенок гиперактивный и она его посадила просто за свой стол вот вот она сидит и вот он сидит вот парта который вот вплотную к учительнице и она его весь урок вот так вот держала за руку вот держала его за руку точно такая же была учительница у нашего павлика в музыкальной школе по сальфеджио которую выгоняла его за дверь потому что было невозможно а потом принимала его извинения и мы до сих пор с ней вместе с этой учительницей и они тоже понимали что талантливый ребенок хороший парень но с особенностями до который вот в итоге стал закончил физтех с красным дипломом и конечно школа это очень много и очень много зависит от людей которые там работают от их небезразличия и квалификации и и от их профессионализма но в первую очередь все конечно зависит от политики государства от того как все построено потому что будет построено хорошо будут получать учителя очень достойные зарплаты не не будет речь ни о каком блатте будет школа полностью всем оснащена не будут собирать с родители эти безумные деньги я не знаю на шкафы на учебнике на карандаши все будет по-другому причем было бы хорошо чтобы это было не только в москве в петербурге там екатеринбурге в крупных городах а чтобы это было в любом учебном младшем школьном заведении тогда у нас все будет хорошо тогда у нас будут прекрасные образованные дети на которых мы будем опираться на которых мир будет опираться и которые будут думать о том чтобы все жили счастливо чтобы все жили в мире они будут думать о природе об экологии о том чтобы всем было комфортно жить в этом мире я очень верю в сегодняшнюю молодежь и в завтрашний очень хочу верить и поэтому очень важно чтобы дети наши росли в правильных школах меня зовут елена ронина вот я читала рассказ из вот этого сборника который можно купить у меня на сайте и заказать вам привезут этот сборник с автографами у меня сейчас вышел новый сборник рассказов который называется местное время любовь наконец-то я выучила его название потому что она долго рождалась достаточно сложная на очень правильная потому что мы все живем дружно но на одной большой планете и пусть у нас на планете будет разное время но главное чтобы оставалась любовь мира и добра берегите друг друга а я рядом а а